Доброе утро! На 12-м канале Час новостей. В студии Дарья Шадрина. Главное к этой минуте. Большинство за россияне поддержали поправки в Конституцию. Первые результаты голосования. Одни надеялись, другие не ожидали. До сих пор шут. Может завтра полегче будет. А мечи-участники акции «Мой регион» стали обладателями ценных призов. Как в тропиках жарко и с грозами. Синоптики спрогнозировали потепление. И впервые за 7 лет на омской ферме родились птенцы Эмо. Почему детеныши пришлось разлучить с родителями? Синоптики спрогнозировали поправки в Конституцию. Предварительные данные озвучили в Центральной избирательной комиссии России. Здесь уже обработали почти 99% протоколов. За внесение изменений в главный документ страны проголосовали почти 78% избирателей. Против поправок выступили около 21% россиян, которые пришли на голосование. Оно, напомню, проходило в течение 7 дней с 25 июня по 1 июля. Такое решение было принято, чтобы избежать массового скопления людей на участках и распространения коронавирусной инфекции. Первые данные о явке в единый день голосования озвучили в избиркоме. По области на участки пришли больше 64% избирателей. В Омске 56%. Абсолютный рекорд с Закрутинским районом. Там явка перевалила за 90%. Омичи в числе самых сознательных в Сибири. Активнее голосовали только в Тыве и Кемеровской области. Затем, как проходило голосование, следили больше 11 тысяч наблюдателей. Это представители общественных организаций и политических партий. Есть и предварительные итоги самого голосования. Чуть больше 62% омичей поставили галочку напротив «Да». Окончательные результаты будут озвучены сегодня в 6 часов вечера. Тысячи омичей приняли участие в акции «Мой регион» и получили подарки. Электросамокаты, смартфоны, холодильники, стиральные машины, пылесосы, утюги, ноутбуки. Но, конечно, главный трофей – квартира. Их было шесть. Первую получила жительница Лузина уже в первые часы голосования. Обладатели последних двух определились только вчера. И для одного из счастливчиков заветная надпись под защитным слоем показалась просто чудом. У мужчины нет своего жилья, с работой тоже все непросто. Теперь же решена одна из главных проблем – есть собственная квартира. Об эмоциях всех победителей, получивших новые апартаменты, Анна Черных. На заветную надпись «Квартира 6» Наталья Лысова даже не обратила внимания. Женщина не допускала и мысли, что ей может достаться самый ценный подарок акции – квартира в элитном микрорайоне Старгород. Говорит, просто не поверила собственным глазам. Я даже вышла, села в машину, села, достала порталочек, посмотрела – квартира. Опять положила. Домой подъехала, опять достала, посмотрела – квартира. Ну и вот сейчас, наверное, после столько звонков, для меня, наверное, только доходит, что это действительно квартира. Что делать с квартирой – вопрос не стоит. У супругов подрастают две дочки. Больше всех новому жилью в городе обрадовалась старшая. Когда она поступит в ВУЗ, жить будет в элитном микрорайоне. Андрей Грохотов, стерев защитный слой, просто остолбенел. Вспоминает, чуть не лишился чувств. Пришлось даже позвать на помощь медиков. Прийти в себя мужчине помогла хорошая порция успокоительного. До сих пор в шок. Может, завтра полегче будет. Мелочевку надеялся, может быть, потому что мелочевки много идет. А крупный выигрыш не надеялся. Вы вообще можете считать себя везучим человеком? Ну, теперь можно. Ценный подарок пришелся весьма кстати. Андрей Грохотов полгода назад переехал в Омск из Новосибирска. Работал на речном флоте. Сейчас в поисках нового места. Нет и своего жилья. Мужчина временно прописался у родственников. За счастливого обладателя новой квартиры радовались всем избирательным участкам. Для нас, для всех сегодня тоже был шок, что в конце концов и нашему участку тоже повезло. И мужчине повезло. Самое главное. За него рады, правда. Все рады. Даже зааплодировали. Владельцами новых квартир за время голосования стали шесть человек. Трое из Омска, еще трое из районов области. Жительницы Лузина Анни Ганевой и Амичу Олегу Фролову достались квадратные метры в Рябиновке. Амичка Ольга Ширяева, житель Тары Алексей Политаев и Андрей Грохотов получили жилье на улице Саликатыка. Ну и самый лакомый кусок в Старгороде заполучили супруги Лысовой из Называевска. В ближайшее время все победители акции встретятся с организаторами, чтобы оформить документы и получить ключи. Анна Черных, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Определились и обладатели всех пяти автомобилей отечественных седанов самой продаваемой марки в России. Интересно, что почти все, кто видел в сертификате слово «машина», думали, что выиграли игрушку. И, кажется, только в салоне осознавали, что стали владельцами настоящих авто. Никита Гайдаш подробно о героях, которым теперь непременно нужно научиться водить. Когда Людмила Пономарева тянула купон на столь крупный выигрыш, даже не надеялась. Признается, обрадовал бы любой подарок. Но, увидев надпись «автомобиль», буквально потеряла дар речи. Женщина говорит, получился отличный подарок на день рождения. Не ожидала вообще, что я выиграю. Мысль промелькнула, было в голове выиграть машину. Ну, просто взяла первый билет. И все и так вот получилось. Какие эмоции, чувства? Рады? Шок. У меня был шок изначально. Сейчас вроде маленько уже. Успокаиваюсь. Подарок моему дню рождения. Завтра у меня день рождения. Радость с пенсионеркой разделили и члены комиссии, и волонтеры акции «Мой регион». Говорят, на этом участке крупных выигрышей было мало. Когда я прочитала, что это автомобиль номер три, я закричала на весь избирательный участок. Все давай аплодировать. Мы очень за нее рады. Она еще пока не поняла, что она выиграла. Еще один владелец нового седана определился накануне вечером. Рома Спроцкий тоже долго не верил. Только услышав овации людей на участке, пришло осознание. А вот родственники Ромаза не сомневались, что тот вернется с ценным подарком. Мужчину все в семье считают счастливчиком. Мой младший брат выиграл машину. Мы очень рады за него. Очень-очень рады. Роман, а сам счастлив уже, наверное? Очень счастлив. Конечно. Так неожиданно. А вот первый из пяти подарочных автомобилей акции «Мой регион» достался Амичу Виталию Иванцову. Мужчина сначала даже не понял, что ему улыбнулась удача. Осознал только тогда, когда оказался рядом с новеньким белым авто. Подарок стал для Виталия символичным. Он водитель со стажем. Другим обладателем автомобиля стал Валерий Кулик. Вот он ключ. Вот теперь я рад. А тогда было не так. Ну, купон и купон. А сейчас ключ. Еще один счастливый билет достался 34-летней воспитательнице детсада Татьяне Кувшиновой. Девушка призналась, что никогда прежде ничего серьезного не выигрывала. Подарок, как нельзя кстати. У нее трое детей. Теперь она сможет сама возить их в школу и на секции. Нет, сначала не поверила. Такой шок был. Потом, когда стала осознавать, что чувство такой радости. Не было, что такой наконец-то удача подвернулась такая. Девушке остается только пройти дополнительные курсы и научиться управлять машиной именно с механической коробкой передач. Прежде приходилось водить только автомат. Никита Гайдаш, Софья Халиулина, 12 канал. Больше не придется объезжать ямы. Дорогу, ведущую к поселку Большие Полярии, конструируют. Магистраль в Советском округе протяженностью 5,5 километров пользуется большой популярностью. Она позволяет быстро добраться из Амурского поселка в городок нефтяников. На магистрали не только появится новое дорожное полотно. Здесь расширят проезжую часть, устроят тротуары, установят фонари. Также в рамках объезда Оксана Фадина планирует обсудить строительство детского сада в поселке Большие Поля. Семьи с детьми до 16 лет продолжают получать июльские выплаты, анонсированные Владимиром Путиным. Тем, кто уже оформил субсидию в июне, они зачисляются автоматически. Писать заявление и дополнительно подавать документы не нужно. На господдержку могут рассчитывать и семьи, где есть дети от 3 до 7 лет, и при этом доход ниже прожиточного минимума. Как оформить субсидию этой категории населения, сегодня расскажут в Омском доме журналиста. Специалисты подготовили подробную памятку о том, как правильно оформить заявление, какие документы необходимо собрать и что делать в случае отказа. Омск ищут волонтеров, которые хотели бы отдохнуть на озерах. В регионе стартовал набор добровольцев в рамках проекта «Операция Э» – экотропы, эковолонтеры, экопросвещение. Каждый из волонтеров отправится в живописные уголки Омской области, на озера Ленева и Эбейты. Здесь ребята будут благоустраивать экотропы, очищать природные территории и проводить экскурсии для туристов. Проживание и питание бесплатное. Пополнить ряды волонтеров может любой, кому исполнилось 18 лет. Для этого нужно отправить заявку и пройти собеседование. В Советском парке разбирают центральный вход. В популярном месте отдыха стартовал второй этап реконструкции. Сейчас демонтируют входную группу. Новую сделают из металлических колонн. На них разместятся деревянные арки. По проекту смонтированная конструкция издалека будет напоминать волну. Кроме этого, в парке появится фонтан. Напомню, это второй этап благоустройства. Масштабное преображение началось еще в прошлом году. Строители тогда оборудовали центральную площадь. Поездку в Турцию мечам придется отложить на неопределенный срок. Авиарейсы между Россией и Турцией не будут возобновлены с 15 июля, как сообщалось ранее. Такое заявление сделали в Министерстве транспорта России. По словам экспертов, пока говорить о возобновлении международного авиасообщения рано. Когда границы будут открыты, зависит от эпидемиологической ситуации. Впрочем, у мечей возможность погреться на солнышке появится уже в ближайшее время. На сегодня воздух в городе прогреется до плюс 27 градусов. Правда, местами возможны дождь и даже гроза. Она принесет очередное похолодание. На выходных будет всего плюс 23. А вот в следующей неделе будет жаркой. Днем столбики термометров станут повышаться до плюс 30. Временами будут идти дожди. Вообще же, погода в июле, по прогнозам синоптиков, будет весьма переменчивой. Холодные и теплые воздушные массы будут сменять друг друга. Долгожданное пополнение на одной из омских страусиных ферм. На свет появились птенцы Эмо. Родителями стала пара страусов, которые вместе уже 7 лет. Но до этого момента потомства у них не было. Сразу же после рождения малыши отселили в отдельный вольер. Заводчики не знали, как новоиспеченные мама и папа отреагируют на пополнение. Сейчас страусята осваиваются на территории. Они довольно самостоятельные и прожорливые. В меню птенцов творог, трава, яйца и специальный корм. Пол птенцов пока неизвестен. Его можно будет определить, когда Эмо подрастут и начнут разговаривать. Именно по звукам и можно понять, кто это – мальчик или девочка. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Инстаграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Товарищ, на качестве не экономь. Деньги не теряй. При покупке профнастила толщину проверяй. Омск Сайдинг Инвест. 999-222. И о погоде спонсор прогноза и посевкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. Сегодня, 2 июля, по области дожди в городе ясно, без осадков. В Омске днем до 27 градусов тепла. В области в дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 26. Ветер северо-восточный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Построил дом, посадил дерево, вырастил сына, купил теплицу. Поставь летний душ. Летний душ из поликарбоната на выставке продажи теплиц в Омске. Баки с подогревом и без. При покупке душевой кабины доставка и аксессуары в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23 или на сайте летнийдуш.рф. Это все новости к этому часу. Далее на 12 канале смотрите программу «Большая тройка». До встречи в 14 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова